Югорчан ждет семейный месяц. С 15 мая образовательные медицинские организации и учреждения культуры округа организуют для жителей серию тематических событий. Конкретно в общественных пространствах, библиотеках, музеях, на досуговых площадках, а также в онлайн-формате пройдут конкурсы, игры, выставки, книжные квесты, театральные постановки, кинопросмотры, мастер-классы по кулинарии, рукоделию, изготовлению игрушек и другие семейные активности. Ко дню защиты детей этнографический музей под открытым небом Торума проведет праздник Трясогуски. Так коренные народы севера встречают лето. Югорская шахматная академия в этот день организует семейный турнир по быстрым шахматам. И это далеко не все события. Полный список всех мероприятий и активностей можно найти на сайте Департамента социального развития Югры. В Нефтьюганске открыли Доброцентр. Он поможет развивать социальные и гражданские инициативы, реализовывать лучшие практики, обучать коммуникации между волонтёрскими группами. Так, в центре представлено более 30 сервисов. С их помощью можно узнать, как принести пользу своему городу и жителям, а также как пройти обучение и официально стать волонтёром. Расширенный масштаб Доброцентра поможет взаимодействовать добровольцам в Нефтьюганске не только друг с другом, но и с некоммерческим сектором, образовательными организациями, бизнесменами, чиновниками. Добавлю, эта социальная франшиза реализуется уже во многих городах России. А Доброцентры стали точками соприкосновения волонтёров, гуманитарных корпусов и просто неравнодушных граждан. Я думаю, что Доброцентр станет связующим звеном для того, чтобы нас всех сплотить. То есть у нас есть волонтёры Победы, Молодая Гвардия, Центр молодёжных инициатив. В общем, всех не упомянуть, потому что нас очень много. А так мы будем коммуницировать быстрее, эффективнее. Я думаю, что это принесёт большие плоды в нашей добровольческой деятельности. В ближайшие два года в Югорске и Фёдоровском реконструируют больницы. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время прямого эфира в социальных сетях. Одной из тем было развитие инфраструктуры для пациентов. Главный медик округа отметил, что сейчас идёт строительство участковой больницы в Приобье. Создаются амбулаторы и поликлиники в Красно-Ленинском и Кандинском районе. Кроме того, в округе работают больше ста фельдшерско-акушерских пунктов. А для привлечения специалистов реализуются региональные и федеральные меры поддержки. Например, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». Также для новых кадров предлагается помощь в оплате переезда и жилья. Во всех фельдшерско-акушерских пунктах у нас есть сегодня специалисты, которые работают. ФАПы и амбулатории укомплектованы. Да, бывает, уволился, вышел на пенсию, уехал, но проходит месяц-два. Как найти и привлечь туда специалистов? Меры поддержки, которые сегодня в округе работают, они есть. Они в руках и Департамента здравоохранения, и главных врачей медицинских организаций. Они позволяют привлечь специалиста. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с радио. Также своим его считают преподаватели, студенты и выпускники всех радиофизических факультетов России, а также радиолюбители. Поздравления принимают и профессионалы, например, наши коллеги с радио «Югра». Оно начало свою работу 1 февраля 1999 года, а с марта 2001 года перешло на собственное круглосуточное вещание. В данный момент радиостанция занимает одно из ведущих мест в информационном пространстве «Югры». Зона вещания – более 100 городов и населённых пунктов округа и Тюменской области. Конечно, кроме новостей, слушатели полюбили и музыкальные репертуары. В большей степени это хиты 80-х и 90-х, а также популярная музыка последних лет. Формат станции в основном рассчитан на аудиторию в возрасте 25-40 лет, людей, ведущих активный образ жизни, интересующихся политикой и развлечениями.